15 лет назад высота 776 стала последней почти для всей 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й дивизии ВДВ. В ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года десантники приняли неравный бой против 2,5 тысяч бандитов под руководством Хаттаба. Не дать им прорваться стало основной задачей наших бойцов. Место действия – Аргунское ущелье рядом с чеченским селением Улускерт. Пользуясь складками местности и туманом, террористы подбирались вплотную к позициям десантников. С обеих сторон велась стрельба в упор из автоматов, пулеметов, подствольных гранатометов. К утру 1 марта большинство солдат и офицеров 6-й роты были убиты или тяжело ранены. У десантников закончились боеприпасы. Немножко не хватило, может быть одного дня не хватило, чтобы выйти раньше и закрепиться на указанных высотах. И тем самым противник бы тогда пройти не смог, так как окопавшись, подготовив систему обороны к бою, враг не смог бы. Но когда вот в этой ситуации сложился встречный бой, и противник видит, что их подавляющее превосходство, естественно, это их злило, что они не могли. Это их злило еще больше и больше. По-хорошему, то есть, если исходить, проявили бы слабость, какую-то неуверенность офицеры, бойцы роты, бой бы уже закончился к концу вечера, то есть вечером. А так бой продолжался до утра. И никто, ни один человек не сдался. Все вели бой до последнего, зная, что если он отступит, то это будет предательство. Сражалась рота до последнего и удерживала высоту 20 часов. Десантникам удалось уничтожить 700 бандитов, но в живых осталось только шестеро. Среди погибших героев и рязанец Роман Соколов. Хотел служить. И предлагали ему уйти куда-то. Он говорит, нет, я хочу быть строимым, именно боевым офицером. Он так и шел к этому. Он в первой честь не был, оттуда вернулся с контузией. Орден Мороста в Югославии был. И он, как вам сказать, спешил жить. Вот это у него было не отнять. Он все хотел. Но погибнуть в 28 лет, это тоже... Ну, что он есть пацан еще? И главное, у него 16 февраля исполнилось 28, а 1 марта погиб. На день рождения мати. Гибель псковских десантников стала самой большой потерей за время Второй Чеченской войны. Об этом трагическом событии напоминает камень, установленный на КПП 104-го парашютно-десантного полка в Черехе, где высечена надпись. Отсюда ушла в бессмертие 6-я рота. Субтитры создавал DimaTorzok